Здравствуйте! Здравствуйте, Зинаида Петровна! Рада вас видеть, рада возможности задать вам интересные вопросы. Конечно, это все касается предвыборной кампании, но должна вам признаться, у меня был еще и умысел в том плане, когда я пригласила вас, потому что вы тот человек, который хорошо знает Игоря Николаевича Дадона. Он очень много лет с вами работал бок о бок, и наверняка вы можете дать характеристики и какие-то вещи сказать, о нем о которых мы еще не знали. Идет? Ну, идет. Здравствуйте! Во-первых, уважаемые телезрители, я рада быть на вашей программе. Мне не то, что просто интересно, я думаю, что мы должны сейчас говорить об этих вещах. И просто так получается со временем, что я постоянно в разъездах, как ответственная за северную, предвыборную кампанию, за северную зону республики, очень сильную зону. Я хочу сказать, что там сложилась отличная команда у партии социалистов. Мы видели по результатам, как страна голосовала. И по результатам, как страна голосовала. И я думаю, что это усилие работы именно сплоченной команды. Это очень важно. Если мы говорим о сплоченной команде, команде, вот Игорь Николаевич Дадон, именно тот человек, команда, который умеет работать в команде, который умеет находить решение. Вот что мне в нем нравится? Мы вообще, я знаю его родителей раньше, чем знала Игоря Николаевича. Вот не знала об этом. Просто будучи министром финансов, мне доводилось по делам министерства финансов въездить в разные регионы республики, в том числе и бывало и в Садово. И тогда я, будучи в школе, познакомилась с его мамой, потом с отцом. А уже в 2005 году, когда его назначили вице-министром, замминистра экономики, мы уже познакомились. И тогда видно было, что это человек-команда, уже ближе, когда нам приходилось совершенно бок работать в правительственной команде, потому что он был первым вице-премьером, министром экономики. Это человек, который всегда думает, он не приходит, не ноет, что вот есть проблема, надо ее как-то решить. Он приходит и говорит, вот есть один, второй, третий вариант. Давайте, коллеги, вместе подумаем, какой самый лучший. У нас были очень сложные ситуации, когда нужно было находить решение, когда нужно было принимать какое-то решение неординарное. Ему это удавалось. Удавалось. Почему я говорю, что человек-команда? Потому что он не то, что не сам не может принять решение, он может принять решение, но он делает со всей душой для того, чтобы это решение было общее решение, решение команды. То есть, вот вы знаете, у нас было... Спасибо. У нас было такое в правительстве... Спасибо. Я всегда с гордостью говорю о той команде правительственной, которой мне довелось руководить. Ну, то есть, с особой гордостью говорю. Ну, почему это было такое? Потому что никто не уходил домой без того, чтобы мы встретились и поговорили, что сделали за день, что нужно сделать на второй день. У нас каждый день были какие-то оперативные планерки, чтобы мы могли решать вопросы, потому что в течение дня возникают разные проблемы. То есть, ничего никто не делал по секрету. Никто не ходил докладывать какому-то партийному руководителю. Даже тогда бывший президент Владимир Николаевич Воронин говорит, я не понимаю, как вы работаете. Но работа идет. И вас вроде бы не слышно, никто не дерется, никто не шумит. А работа шла. Вот это именно дух команды, когда и вокруг нужно собирать таких же людей, которые умеют работать в команде и которые принимают на себя решения довольно сложные. А нам приходилось принимать совершенно сложные решения, которые нужно было убеждать и весь парламент, что это правильное решение, чтобы за них проголосовали. И мы ходили буквально к каждому депутату, каждого в отдельности убеждали. И тех, кто находится у власти, кто руководил страной, партией коммунистов тогда, и тех надо было убеждать. И тех из оппозиции надо было убеждать. И не было такое. Как они старались, какие... И это нужно было делать очень оперативно. И Игорю Николаевичу приходилось возглавлять очень много оперативных таких групп, которые принимали решения на ходу. Это было и когда в 2007 году, в 2008 году вдруг поднялись цены ни с того, ни с сего на основные продукты питания, на масло подсолнечное, на сахар, на гречку. Почему производители ничего не повышали никаких цен, а в торговой сети кому-то взбрело это в голову? Потому что... Извините, вот давайте так. Некоторые пытаются его представить как радикального политика. Ну вот пример привожу. Если выиграет Додон, то у нас тут же будут отвратительные отношения с Европой. Мы тут же денонсируем это с соглашением. И за это у нас отберут безвизовый режим. Вот я хочу понять все-таки... Это пропаганда наших оппонентов. Вот выясните, как он себе видит отношения с Западом? Вы понимаете, Игорь Николаевич, когда руководил Министерством экономики, был первым вице-премьером, он же был и сопредседателем и Молдо-Российской экономической комиссии, и Молдавско-Китайской, и Молдавско-Румынской. Он ездил и в Брюссель, он ездил и в Бухарест, он ездил во все направления. Он ездил и в Вашингтон, убеждать и валютные фонды, и Всемирный банк, и убеждать всех, что мы принимаем правильные экономические решения. И ему это удавалось. Он руководил, в мою бытность, когда я была премьером, он руководил переговорной группой с миссией Международного валютного фонда. Ему это удавалось. И удавалось договариваться и с Россией, и удавалось договариваться с Западом, и со всеми нашими международными финансовыми партнерами. Это удавалось. Это человек, который может переговариваться, это человек, который знает, как это делать. Не просто, потому что у нас были совершенно нелегкие переговоры со всеми, совершенно нелегкие, но это удавалось. И двигались вперед. А сегодня просто говорить, что мы принимаем под диктовку, что нам говорят наши международные партнеры, и никаких в реальности переговоров нет, не ведется, потому что сами международные партнеры об этом говорят. Но почему тогда так вот бояться, все-таки это со слов социалистов, бояться победы Дедона европейцы и представителей Соединенных Штатов? Да, не бояться, потому что никакой денонсации. Нам нужна Молдова маленькая страна. Игорь Николаевич не раз об этом говорил. Нам нужно договариваться со всеми. Но договариваться в интересах Молдовы, в интересах нашего народа, нашей страны, а не в интересах чьих-то, чтобы кто-то диктовал. Вы знаете, мы программу с валютным фондом, я не раз уже об этом говорила, писали мы правительство Молдовы и обговаривали с международным валютным фондом. Нам никто под диктовку не говорил, какие нужно делать реструктуризации или какие-то реформы. Эти реформы были в интересах народа. Сегодня кто-то диктует, хотите денег на образование, сделайте то-то, закройте школу, сделайте то-то, то реформу. Никто не думает о народе. О Молдове точно никто не думает. Тем более те, которые сегодня находятся у власти. А что за интерес международным партнерам думать об интересах Молдовы? Они защищают свои интересы. И если во главе нет человека-государственника, который думает об интересах собственного народа, собственной страны, из этого ничего не получится. Вот так будут диктовать, что нужно делать. Получать смс-ки. Ты на том совещании, значит, сделай так, скажи так. И ничего больше из этого не выйдет. Это не будет в интересах Молдовы. А боятся, потому что, ну, простите, нынешние оппоненты все как один. Они ничего, кроме как чернить кого-то, они ничего другого не умеют. Ну, не умеют, ну, не имеют откуда уметь. Зинаи Петровна, вот некоторые говорят прямо, этот второй тур очень напоминает второй тур выборов генерального примара Кишинева. Вот тогда ведь вы баллотировались, поэтому я уж вам этот вопрос, конечно, и задам. Геополитика. Вот Михаил Гимпу сам признал, что почему они выиграли. Вот он на днях сказал, позавчера, по-моему, читали это заявление. Да, мы выиграли, потому что мы людям рассказали про русские танки. А вот как сейчас? Вы думаете, народ поведется вот на вот такое вот? Я думаю, что наш народ вообще-то в первом туре, мы же победили, и в первом туре было ясно, что народ проснулся. Народ не будет обманут уже в некоторый какой раз за эти семь лет. Потому что народ, даже если взять по местным выборам, где-то так повелся на это. Никому не интересно. Мы должны понимать, Россия нам нужна. Не мы России нужны. Нам нужна Россия. Во-первых, из экономических расчетов. Из соображений, да. Из экономических соображений. А если кто-то думает, что да не нужно России, зачем, какой у России интерес создавать какой-то анклав тут или создавать какую-то дестабилизацию. Россия, мы же находимся посередине, между двух экономических блоков, больших экономических блоков. Вот это то, что... Надо бы выгоду с этого какую-то получить. Из этого надо бы получать выгоду. А для этого должны быть умные, мудрые руководители страны, которые станут во главе и будут соблюдать только интересы, в первую очередь, интересы своей страны. Да, договариваться нужно со всеми. И в Европе есть хорошие вещи, которые нужно перенять тут у нас. Почему-то наши все руководители нынешние, ездя по Европе, по всем странам, не видят, что там положительно и не приносят сюда к нам. Почему-то наш генеральный примар, в виде какие-то другие европейские страны, столицы, ничего не принес толкового, нормального в наш Кишинев. Во что мы превратили Кишинев? Ну, сейчас не речь о Кишиневе. Может оказаться страна, если будут голосовать диаполитически или не знаю что, может оказаться в такой же ситуации, как Кишинев. Но я думаю, что народ более мудрый. Потому что все-таки практически вот эти первый тур показал очень большую разницу. 140 тысяч голосов между двумя... Почти 10 процентов. Почти 10 процентов, разница очень большая. Поэтому переубедить этих людей в обратном невозможно. Как бы они ни старались и какие бы слухи там ни распускали. Знаете, почему распускают такие слухи? И власть пользовалась этим методом, по-моему, последние 7 лет. Бросают какую-то кость обществу и грозите. Простите, что я говорю такое. Может быть, это не по-женски. Но это действительно, они считают так наш народ. Они просто бросают какие-то сплетни. В реальности ничего не делают. Дина Кирилловна, это предвыборная кампания. И вот смотрите, кандидаты демонстрировали нам, да, каждый, кто на что способен. Ну, смотрите, Майя Санду. Мы увидели фотографию ее с европейскими лидерами. Ее фотографию с Ангелой Меркель. Я знаю, что нельзя по закону. Ну, нельзя, помните, они же специально этот закон приняли после... Тем не менее, мы увидели эти фотографии. ЦИК сказал, да, мы осуждаем. Но на большее не пошли. А вот вы всю предвыборную кампанию, первый тур, вот я сейчас смотрю уже и второй тур, вы как будто бы, вы сами утащите это все. То есть вы не обращаетесь абсолютно никому за помощью. Вы сами. Учитывая то, что происходит, это правильно, Зина? Вообще неправильно то, что делает нынешняя власть и то, что делает оппоненты наши. Потому что полностью используют европейский фактор. И я не знаю, почему европейские лидеры идут на поводу этого. Знаю прекрасно, что по закону Республики Молдова такое делать нельзя. Но мы делаем это самостоятельно. Мы показываем, что мы будем защищать в первую очередь интересы нашего народа. Нам никто не будет диктовать. Имши будут диктовать. Все абсолютно будут диктовать. И поверьте, что это не будет в интересах Республики Молдова, в интересах нашего народа. Потому что все, что делалось за эти семь лет, это было против нашего народа. И кто-то сказал, что это геноцид против народа. И я, в принципе, согласна с этим. Хорошо. Вот смотрите. Игорь Ледон позиционирует себя как государственник. Он говорит так. Я выступаю за государственность Республики Молдова. За сохранение страны. Вот так. Прямо вот обозначает акценты. Вот вроде бы действительно и правильная вещь говорить. Но не все ведь разделяют. Я сейчас говорю о ПКРМ. Вот хочу понять. Во втором туре они вышли и спели старую песню. Мы выступаем за бойкот. Вот как, по вашим ощущениям, им людей удалось убедить? Либо все-таки народ думает, слушает, слушает, а делает свои выводы? Я думаю, что... Ну, я не знаю, что там в умах у них, у наших партнеров по левому флангу, так скажем. Но я думаю, что мысли у них одна. Никто, кроме меня, не может быть президентом. Так надо думать наоборот, по-другому. Если я никого не воспитал, не оставил после себя. К чему нужна вся предыдущая политическая деятельность? Поэтому я думаю, что хорошо, что мы идем самостоятельно на этих выборах. Призыв, к чему это приведет, я не думаю, что он к чему-то приведет. Потому что вы слышали, в первом туре было очень много районных лидеров, которые выступили в поддержку Игоря Николаевича. Люди, и мы общаемся с простыми коммунистами. Я была уже в этом году на некоторых заседаниях партийных ячеек на местах. Они меня сами приглашают. Они говорят, что мы... Партийных ячеек с участием коммунистов имеете? Партийных ячеек коммунистов. Так. И они сами говорят, мы будем голосовать за Игоря Николаевича. Только очень просим, не подведите нас. Но Игорь Николаевич, он своей деятельностью, Игорь Николаевич Задон, показал, что он вообще-то тот человек, который борется весь этот период за эти 7 лет, борется с этой властью, и не только с этой властью, но он отстаивает интересы страны, интересы народа. И он борется за нас, чтобы мы оставались независимой страной, чтобы мы оставались суверенным государством, чтобы мы оставались нейтральным государством. Потому что нашему оппоненту, которая сегодня вышла во второй тур, это точно она не будет эти интересы защищать, и точно пойдет по другому пути, потому что ей просто продиктуют, дадут деньги и продиктуют. Я всегда говорю, вот просто как финансист, чтобы понимали люди, любой лей, полученный лей, евро полученный из-за границы, он стоит нашего суверенитета, он стоит каких-то условий, которые не в наших интересах. Иногда мне кажется, что эти выборы очень странные по той простой причине, что есть целая категория людей, которые будут голосовать не столько за Дадона, сколько против Санду. И то же самое не столько за Санду, сколько против Дадона. Дина Петровна, это нормально вообще? Это ненормально, вы знаете... Что у вас по этому поводу? Это ненормально. Президент это первый шаг к тому, чтобы ликвидировать вот эту ненормальность. Потому что президент, вы знаете, что по новому закону, он должен сложить с себя полномочия и членство, и лидерство, и лидерство. Поэтому это очень важно, потому что он будет президентом для всех людей. Всех людей он должен, президент, объединить вокруг себя. И это очень хорошо, что президента выбирает весь народ. Потому что народ пойдет за таким президентом. Президент должен и общаться с народом. И не только в периоды избирательной кампании, он должен приходить к людям, спрашивать у них совета. Это не значит, что постоянно будет сидеть на каких-то постоянных встречах и будут собирать людей. Это ненормально. Но периодически, хотя бы раз в полгода он должен объездить каждый район и встретиться с людьми, поговорить с людьми. Тогда он будет знать, он будет ближе к народу. Поэтому президент имеет эту особенно важную миссию для нашей страны. Объединить всех людей. Потому что политики, которые вот эти семь лет были, они только так называемые политики. Я по-другому не могу их назвать. Они только делали, что разъединяли народ. Мы с румы... Одни с европейцами, другие с русскими. Остановимся дома и наведем у себя порядок. Вот президент с этого будет начинать. Я согласна, но любое объединение должно происходить, в котором он на основе какой-то идеи. Да. Вот какую идею способен предложить Игорь Дадон для Молдовы? Идея государственности. Вы полагаете, что она будет интересна всем? В том числе и право. Она будет интересна абсолютно всем. Потому что те, которые хотят ликвидировать государственность Республики Молдовы, их не так много. Да, их больше стало за последние семь лет. Потому что сами политики создали такую ситуацию, когда доверие к парламенту и президенту совершенно на нулю. Так надо, чтобы государством управляли, чтобы была вертикаль власти, чтобы государством управляли те люди, которых люди будут чувствовать, что они работают в их интересах, а не в чьих-то других интересах. Вот это мы абсолютно потеряли. Абсолютно потеряли. У людей нет никакой веры. И вот говоришь иногда на встречах, целый час говоришь, говоришь, убеждаешь. Начинается вопрос, и все начинается заново. Да. Все начинается заново. И надо иметь терпение. Выслушать людей, поговорить с людьми. И если возможно одному сегодня помочь, этому человеку надо помочь. Не оставлять на завтра. Потому что объять необъятное невозможно сразу. Но потихоньку вот так укрепить доверие людей. Если люди поверят в своего президента, а я думаю, что Игорь Николаевич Задон способен сделать такое, если люди поверят в своего президента, вот тогда появится и национальная идея. Объединение вокруг президента ради спасения страны. Ради интересов страны. Потому что многие сегодня, и в основном это на правом фланге, надо сказать, они только и ждут, и молодежь. Закончить тут лицей или высшее учебное заведение, и уехать из страны. Потому что они не видят будущее в стране. А как они увидят будущее в стране? Потому что что творится сегодня и в школьном образовании, и что творится и в университетском образовании, у людей нет интересов. Если он платил по 40 тысяч контракт, в год, и он отучился, он едет быстрее куда-то, чтобы вернуть эти долги, или как-то помочь родителям, которые работали за границей. Вот нет у людей этого интереса. А интерес появится. Кого должно готовить из молодежи? Государство. За счет государства. Те специальности, которые в первую очередь нужны государству. Не только экономистов и юристов, хотя я сама экономист. Но нужно готовить и технические специальности, которые как-то возродят нашу промышленность. Надо дать возможность, чтобы наше село возродилось. Мы закрываем, правительство закрывает школы. Какая национальная идея? Если нет в селе школы, нет садика, нет медицинского учреждения, хоть медпункта. Какая национальная идея может объединить люди? Ни во что не верят. Эти села просто исчезают с карты. Семеновна Петровна, понятно сейчас с позиции коммунистов, но вас поддержали представители нашей партии. Ирина Толсатый и Дмитрий Чубашенко. Они выступили с призывом, чтобы голосовать за Додона. Это безусловная такая поддержка? Либо все-таки были выставлены какие-то условия, какие-то договоренности? Что вы знаете? Я думаю, что самое логичное, что вытекает. Во-первых, никаких условий никто никому не может выдвигать. В первом туре правый фланг объединился. Правые объединились. Вы слышали, как даже демократы сняли своего кандидата в пользу Майи Санду. Мы это все видели. Я думаю, что они делают все возможное, чтобы она как-то поднять ее. Потому что если не поддержка демократов, не оказалось бы этих 38%. Просто не оказалось бы. Поэтому правый фланг как-то сплотился. Левому каждый думал, что политически я не могу вмешиваться в дела другой партии. Поэтому это было их решение. Сейчас приняли такое решение. Ну что ж, хорошо. Потому что мы призывали, и вы слышали, Игорь Николаевич не раз призывал, электорат всех, весь электорат. Электорат коммунистов, электорат нашей партии. Давайте мы объединимся ради одной идеи. Мы должны победить. Левые силы должны победить на этих выборах. И это очень важно для спасения страны. Хорошо, что этот призыв есть сейчас. Хорошо, что они призвали к своему электорату. В дальнейшем мы должны объединяться и быть вместе. Быть вместе просто. Потому что другого пути нет. Майя Санду вот сейчас мобилизует диаспору на Западе. Она выступает все время с обращением к ним. А что вы собираетесь делать с избирателями, с гастарбайтерами в России? Все-таки разочаровала многих явка. Я думаю, что наши люди, трудовые мигранты, которые работают в Российской Федерации, сейчас сплотятся. Но вы понимаете, что власть опять делает? Они же открыли избирательные участки совершенно непропорционально. В Российской Федерации 8 избирательных участков. Причем в некоторых регионах. Два открытого в Москве и два в Санкт-Петербурге. Что совершенно мало. Потому что основные трудовые мигранты в этих регионах. А там где-то подальше их, меньше этих трудовых мигрантов. Но они специально сделали так. Почему? Потому что они боятся собственные народы. Вместе с тем в европейских странах намного больше избирательных участков. Конечно, они будут призывать. Но опять-таки, конечно, мы тоже призываем всех, чтобы они голосовали. И всех людей на Западе наших трудовых мигрантов. И в Российской Федерации, чтобы они пришли и проголосовали. Да, потому что явка, честно говоря, удивила. Явка удивила. Я думаю, что просто напугали людей, что не стоит идти голосовать. Но это чтобы оставалось на совести тех, кто это делает. Я думаю, что во втором туре будет больше мобилизации. Тем более, что разрыв, который сегодня есть между двумя кандидатами, очень значительный. Вы сами сказали, что 10% и его можно увеличить. И явку внутри страны. Люди, те, которые я даже призываю к этому, люди, которые были как-то безразличны в первом туре, думали, что у Игоря Додона и так высокие рейтинги, и без нашего голоса как-то обойдется. Я абсолютно хочу попросить всех избирателей, давайте мы выйдем, наконец, все проявим свою гражданскую солидарность, если хотите, и придем на эти выборы, проголосуем. Проголосуем за Игоря Николаевича Додона, потому что у него реальная сила за ним, люди реальные, самый большой процент электората. И поэтому не надо быть безразличным, а просто всем надо сплотиться и выйти на эти выборы. Все-таки какой урок вы вынесли из первого тура, работу над какими ошибками проведете, все-таки остается еще неделя. И вы можете по некоторым направлениям ситуацию исправить. Что это? Мы будем говорить с людьми в дальнейшем, но самое главное, медийно, конечно, мы их не перекроем. Но надо понять, потому что у них в руках все эти каналы, 7 или сколько, даже 8, наверное, сейчас, которые работают на их кандидата. Поэтому наша главная сила, это то, что мы ходим к избирателям, из дома в дом, то же самое делаю и я, и все мои коллеги-депутаты, и не только депутаты, у нас 24 депутата, но это мы делаем постоянно. Мы будем ходить из дома в дом. Хорошо, и наш агитационный материал, но мы будем говорить с каждым человеком, чтобы достучаться до сердца каждого. Вы поймите, что этот результат, который мы получили, именно результат той работы. Вы говорите о медийном, у нас не было никаких иностранных... Ну, потому что, вот я говорю, почему Гагаузия, вот я приведу пример, говорит, почему Гагаузия могла бы выйти более многочисленной группой? Говорит, ну, потому что вот там ситуация медийная такая. Я не знаю, как вы себе это объясняете, но вопрос все-таки есть. Ну, есть, наверное, по всей республике, что меньше вышло электората. Давайте скажем так, половина из того, что не вышло, их, наверное, уже нету в стране. Просто нету в стране. Но половина еще есть резерв, который может выйти, наш электорат, и мы постараемся достучаться до каждого. Эта работа проводится сразу со второго дня, после выборов, уже с 31 октября. Мы работаем на следующий день. Мы работаем над этим, мы знаем, мы всю информацию ввели, параллельный подсчет, мы всю информацию абсолютно имеем, мы знаем ситуацию в каждом районе, мы будем продолжаться встречаться с избирателями, с людьми, говорить с людьми, объяснять, потому что только это нам дало возможность и на парламентских дойти до избирателей и взять тот процент, 21 процент, который мы набрали. Сейчас мы взяли на 32 процента, 32 процента их пункта больше, чем на парламентских. И это хороший результат. Ну, потому что вы еще говорят, социалисты, это ведь не только они так работают, потому что дело не только в самих этих выборах, понимаете, это еще вы делаете себе на самом деле большой политический задел, вы не можете не думать о том, что впереди еще выборы парламентские, да, то есть необходимо партии всерьез заявить о себе и стать действительно оппозиционной ведущей силой. Оппозиционной ведущей силой, но и не должна забывать, что идут и парламентские выборы. Ну, я про это и говорю, да. И мы не скрываем, что мы будем брать власть хорошо самостоятельно или в коалиции с кем-то на левом фланге. Это тоже может быть, поэтому нам партнеров любуюсь очень нужно. Уж если партнеры будут так за вами следить, поверьте, такое у меня создалось впечатление. Пусть следят, но если они имеют интересы действительно работать на страну, тогда должны сплотить просто все усилия. Мы будем и дальше работать, потому что мы не просто вот так за короткий, довольно короткий период возродили и создали самую крупную партийную структуру в стране. У нас практически в каждом населенном пункте есть партийная ячейка, у нас есть везде районные партийные организации. Это все на учете, это не просто так, а все с оформленными документами, в порядке. Это все как положено. Партийная структура работает, мы классически работаем, мы не просто работаем с экраном в телевизор или в фейсбуке, простите, в социальных сетях. Мы работаем классическим методом, так, как должна быть партийная структура, потому что мы работаем на будущее, не только на одни выборы. Вот выскочили сейчас, а потом хоть потом. Нет, конечно, время доказывает, что такое построение, такое отношение к созданию партийной структуры, оно самое эффективное, потому что сейчас, вот я вернулась с одного района, был партийный актив сейчас, я посмотрела, все люди, причем много уже новых, которые появились, которые присоединяются к партии, которые сами не стесняются взять газету в руки, пойти к избирателю, поговорить с избирателем. Не только там ходит мобильная группа какая-то, которая просто раздает почту газеты и ни с кем не говорит, а работает именно так, как положено работать. Я понимаю, что прогнозы это дело такое неблагодарное. Вот Игорь Николаевич, да, он два варианта предложил, помните, в одном из вариантов в результате второго тура социалисты возьмут даже больше 60%. Мне интересно, как вы видите? Вы уверены, во-первых, в успехе? Совершенно уверена в успехе. И люди, вот эту мою уверенность подпитывают люди, с которыми я общаюсь, с которыми я постоянно, каждый день вижу, без выходных. Почему я говорю? Потому что одно, соцопросы, а другое, вот внутренние ощущения, вот как народ это воспринимает, как люди к этому относятся. Вот то, как относятся к этому люди, даже я сравниваю с 2014 годом, когда были парламентские выборы, это совершенно две разные вещи, это показали результаты первого тура. Я думаю, что второй тур только будет усилен. Я не хочу давать каких-то прогнозов, у меня для себя в голове есть прогнозы. Обычно эти прогнозы, ну вот, может быть, это просто чисто женская интуиция, они оправдываются. Поэтому уверенность в том, что будет полная победа, и причем победа такая... Внушительная, это внушительная. Это внушение мне принесли сами люди, с которыми я общаюсь, и то, что они говорят, и как они жаждуют. Людям вот так надоело, может быть, еще больше то, что творится у нас в стране. Действительно, сейчас много надежды. Знаете, я вот, когда тоже общаюсь с людьми, они вот так в нюансы, знаете, полномочия президента, они не вникают, что прописано к институции. У нас, наверное, очевидно, вот как-то, все-таки это есть в крови. Мы ждем, что вот придет лидер, лидер решит все наши насущные проблемы, в том числе будет заниматься экономикой. Это к тому, что такие ожидания у народа, знаете, от всенародно избранного президента, что сложно соответствовать полностью, да, в полной мере. Вот и экономика, и социальное развитие, это, конечно, не прерогатива президента. я понимаю. Но вы наверняка знаете, что мы, перед тем, как идти на эти выборы, наша группа, социальная, экономическая группа, экспертов, мы написали программу, у нас была она и в 2014 году, мы ее обновили, программу социально-экономического развития страны на 4 года. Это фундаментальная программа, которая базируется на анализе, начиная со времен независимости республики Молдова до сегодняшнего дня, что нужно сделать в экономике, что нужно сделать в социальной сфере. на основании этого была и платформа Игоря Николаевича написана, кроме политических там приоритетов, было и это, социально-экономическое развитие, конечно, очень коротко. Почему это нужно? Президент, который не знает, как развивать страну, что он будет требовать от министров своих, что он будет требовать от правительства, как он будет требовать какие-то реформы, которые в интересах страны, которые понятия не имеют, что нужно сделать. Конечно, такой президент будет только работать под диктовку, что скажет, и это будет внешнее управление страны. Поэтому Игорь Николаевич это единственный кандидат, который имеет такую программу социально-экономического развития с конкретными цифрами, что нужно сделать в этом году, что нужно сделать в последующих годах. И это очень важно, чтобы был такой президент. Теперь о полномочиях президента. Конечно, в нормальной ситуации, раз мы перешли к прямым выборам президента, надо было изменить в конституции полномочия президента. Ну да. Ну уж, у нас же вернулись к выборам только по президента, прямым выборам президента только в части этой статьи Конституционный суд. То есть, сделаны все, нынешняя власть все наоборот как-то делает. Почему в парламенте не проголосовать? За изменение конституции мы бы проголосовали тоже все-таки на 24 депутата. А потому что еще не ясно, кто станет президентом. Поэтому они боятся. Поэтому они боятся. Ну и сегодня человек на своем месте, сильный президент, человек-государственник, может сделать очень много. Президент гарант Конституции. Президент является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Кто сегодня у нас вооруженными силами руководит? Унионист. Тот, который хочет ликвидировать государство, республику Молдову. И человек, который выступает за то, что Молдова вступила в НАТО. Нам нужны тут на пятачке земли нужны войска НАТО. Вот от кого мы будем защищаться? Ну они говорят от России. От какой России? Никто не собирается на Молдову нападать. Молдова нейтральная страна по конституции. Поэтому это приоритет президента. Второе. Президент руководит Высшим Советом Безопасности. Он своим указом назначает членов Высшего Совета Безопасности. И это прерогатива президента. И я уверена, что при Игоре Николаевичу Дадун на Высшем Совете Безопасности будут обсуждаться интересы государства, а не чьи-то интересы какой-либо партии или интересы какого-то либо не знаю кого. Поэтому президент ответственный за внешнюю политику. Он ответственный за внешнюю политику. Вот нам нужен такой президент, который мы уже говорили об этом. Будет договариваться со всеми странами, но это будет в интересах в первую очередь Молдовы. Нам нужно сохранить хорошие взаимоотношения и с Европейским Союзом, и с нашим соседом с Румынией, и с Украиной. Ну и конечно нам нужно восстановить добрые отношения с Российской Федерацией, потому что там наш экономический интерес. сейчас мы поймем, проснемся наконец в Молдовании или нет, или мы будем замерзать с нашими яблоками или с нашими овощами. Поэтому посмотрите, статистика катастрофы. Европа вроде бы широко открыла все ворота, и что мы поставили за 7 месяцев этого года 55 тонн яблок в Российскую Федерацию. Вот они освоили те, которые у нас были. Поставили в Европейский Союз две фуры яблок. Ну, президент своим указом назначает судей. Сегодня говорят про реформу в судебной системе. Да не могут быть никакие реформы в судебной системе, когда судебная система сидит в каких-то политических карманах. Ну, не может быть. Просто не может быть. Поэтому очень важно от президента зависит... Ну, и генпрокурор вроде как. назначение только по предложению президента назначение генерального прокурора. Нет, по предложению совета прокуроров там как-то. Но это даже... Но через президент без согласования с президента не может быть. Поэтому, смотрите, пять функций, полномочий очень важных для нашего государства. Человек на своем месте, которого не будут водить как куклу за ниточку, а который будет иметь свое слово, я даже стучу кулаком по столу, который будет иметь свое веское аргументированное слово. Слово в защиту закона, слово в защиту нашей Конституции и нашего народа. У нас уже очень мало времени остается... Давайте... что бы вы хотели пожелать Игорю Николаевичу для победы? Для победы у него есть все. И хорошая команда, которая сплоченная, и он сумел создать эту команду вокруг себя. Я очень рада, что очень многие бывшие наши коллеги по правительству рядом с нами всегда и во всем помогают. Это очень важный фактор. Это означает человеческий фактор. когда каждый человек ценен и каждого человека нужно уважать не просто как человека, а то, что он вместе в команде может сделать очень многое. Игорю Николаевичу сохранить в дальнейшем мудрость, свою мудрость, пусть молодого политика, но мудрость. У него еще впереди очень много долгая активная политическая жизнь. Вот эту мудрость надо сохранить и приумножить. Я думаю, что у него абсолютно все получится. Сила воли у него есть. Вот такое. Государственность в нем заложена. Наверное, родителями заложена, потому что он любит свою страну. Он любит людей. Он относится с пониманием к любому человеку. Иногда мне кажется, что я более жесткая, чем он. Но он понимает, старается понимать каждого человека. и это очень важный фактор. Вот это не потерять. И абсолютно у Молдовы все получится. И я ему хочу пожелать просто по-человечески, чтобы он сплотил всю эту маленькую нашу страну вокруг себя. И тогда страна точно, люди точно оценят это. Благодарю вас за беседу. Могу добавить, что, наверное, вы еще и желаете ему удачи. Это тоже важно. Удача это само собой. Удача само собой. Благодарю вас, Зинаида Петровна, за эту беседу. Мы на самом деле, по-моему, поговорили об очень многих вещах, о которых до сих пор не говорилось. Простых. Простых. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова